Здравствуйте! Вы смотрите итоги дня информационного портала Уллправда.ру в студии Дарья Сударева. Смотрите сегодня в выпуске. Третий на подходе. Легран готовит в Ульяновске новую промплощадку за миллиард рублей. Что волнует молодежь? В Ульяновске проходит съезд молодежных правительств. В Ульяновской области создадут Федеральный научный центр ядерных технологий. Спасатели предупреждают жителей о противопожарном режиме, действующем на территории региона. Димитровград, безусловно, ждет совершенно новый качественный виток развития. Об этом говорили в Москве на прошедшем форуме городов атомной энергетики, организованном Росатомом. Сергей Морозов выступил перед федеральными коллегами с рядом предложений. Подробности в нашем материале. В Москве прошел третий форум городов атомной энергетики и промышленности. Это ключевое мероприятие госкорпорации Росатом, куда приглашаются главы городов и руководители городообразующих предприятий. Среди участников оказалась и делегация Ульяновской области. Сергей Морозов выступил на пленарном заседании, где озвучил предложения по развитию и повышению качества жизни в городах атомной отрасли. Мы создали на площадке Димитровграда и отчасти Ульяновска крупнейший, самый мощный ядерно-инновационный кластер, который входит в 25 ведущих кластеров страны. Конечно, мы гордимся, что это город с особой экосредой, потому что он был спроектирован по самым на то время прогрессивным стандартам урбанистики. Глава региона предложил включить города Росатома в приоритетные национальные проекты здравоохранения и безопасные качественные дороги, а также в федеральный проект «Умный город». По его словам, работа в этом направлении уже ведется. Димитровград, безусловно, ждет совершенно новый качественный виток развития. Это обусловлено и предстоящим открытием Центра протонной медицины, и теми новыми стандартами к качеству жизни, повышению городской среды, которые в целом принимаются в стране и в том числе в городах присутствия Госкорпорации Росатом. Также глава региона предложил приступить к формированию Федерального научно-образовательного центра персонализированной медицины и ядерных технологий для лечения онкологических заболеваний на территории нашей области. Ключевым объектом станет Центр медицинской радиологии в Димитровграде. Сегодня ФМБА России и Сергей Иванович Морозов, ряд других губернаторов, Росатом, Роскосмос, Минобороны поднимают этот вопрос на уровень правительства Российской Федерации и отрабатывают в поисках решений, причем решений законодательных, решений в изменении нормативных правовых актов, которые бы обеспечивали и возможность финансировать деятельность медучреждений из региональных бюджетов и обеспечить наполнение программ по модернизации медоборудования в медсадчастях ФМБА России и работающих в населении. И работа по улучшению жизни димитровградцев уже началась. К примеру, на средства, полученные по федеральной программе поддержки инновационных кластеров, проведены реконструкции и оснащение стадиона «Строитель», создан комплекс современной образования, библиотечный интеллектуальный центр, построен ФОК «Победа», создан Центр молодежного инновационного творчества «Прогресс» и благоустроен парк «Западный». Работа продолжится и в этом году. В Ледовом дворце «Волгоспорт-арена» проходит форум для всех местных товаропроизводителей, сделанных в Ульяновской области. Как и в прежние годы, мероприятие представляет из себя многогранную площадку, где все желающие могут побывать и на своеобразной выставке-ярмарке готовой продукции, посетить круглые столы, посвященные различным бизнес-темам, и продегустировать фермерскую продукцию. В индустриальном парке «За Волжье» построен новый завод концерна «Легран». Совсем скоро на нем будут выпускать электрические и информационные системы зданий. Что общего между новым предприятием и заводом «Контактор» и какую пользу принесет ульяновцам промышленный объект, расскажет Виктория Черкова. Индустриальный парк «За Волжье» стремительно развивается. Построен еще один завод французской компании «Легран». Напомню, что в Ульянской области уже работают два предприятия-концерна. Они производят электротехническое оборудование. Легендарный «Контактор» тоже входит в их число. К слову, скоро он переедет в цех нового завода вместе с рабочими и оборудованием. Мы рассчитываем, что в 2020 году полностью обе две производственные площадки, или «Гран-Ульянский», или «Гран-Волга», заработают в полном объеме, с учетом, что полный состав «Контактора» переедет на эти площади. То есть никаких сокращений не предвидится. Это будут плюсом, как мы и говорили, новые рабочие места. Здание нового завода уже готово. Осталось подвести коммуникации и придать лоско внешнему виду. Губернатор Сергей Морозов осмотрел площадку и ознакомился с дизайн-проектами помещений. Глава региона посетил и промышленные павильоны, и будущий кабинет директора. Строительный монтаж на работе в октябре заканчивается. Плюс потом вам на переезд, да? Нет, плюс потом нам надо акт ввода эксплуатации. Плюс потом полгода переезд. То есть весной следующего года? Да. Но, Сергей Иванович, переезд – это уже как бы запуск производства. Какую пользу новый завод принесет ульяновцам? Глава корпорации развития кратко перечислил главные достоинства предприятия. Строительство в этом году, в следующем году уже будет запущено производство. И порядка 450 человек здесь будут работать. То есть это новые рабочие места с хорошей заработной платой и очень качественными условиями труда. Места подготовлены для специалистов контактора. Также есть 63 вакансии для новых сотрудников. Группа «Легран» инвестировала в строительство этой площадки более 1 миллиарда рублей. Производство электроприборов будет запущено весной 2020 года. Виктория Черкова, Юрий Конихин. Новости Ульяновской правды. Геронтологический центр из Ульяновска вошел в число победителей Всероссийского конкурса по формированию центров серебряного волонтерства. В конкурсе приняли участие больше 200 организаций из 66 регионов России. Среди лучших – центр заботы на верхней террасе. Чем центр успел себя зарекомендовать – в материале Натальи Чумаченко. Ульяновская область вошла в число 10 регионов, где будет реализован федеральный проект по открытию ресурсного центра серебряного волонтерства «Серебряная нить». Галина Яковлевна Борисова, в прошлом педагог, живет в геронтологическом центре вот уже шестой год. Все это время женщина помогает своим соседкам занять досуг. Бабушки вместе поют, проводят конкурсы, учатся шить и вязать. Вещи получаются на заглядение красивые, а мелкая моторика рук успокаивает и расслабляет нервную систему. В 2018 году у нас было организовано движение волонтерское в нашем центре. И я, конечно, с удовольствием вступаю, потому что вступила и работаю, потому что я считаю, что это очень важно, это очень нужно. И у нас все, с кем мы объединяемся, мы чувствуем, что мы нужны. Вот в данном случае, я считаю, волонтерское движение, это показать даже, что ты еще нужен кому-то. Ты можешь помочь, ты можешь показать, и это всегда очень важно и нужно. Сегодня серебряное волонтерство в области объединяет 450 человек, из которых самому старшему 89 лет. Чтобы координировать действия всех этих людей, общественных организаций и центров активного долголетия, уже в этом году откроется региональный центр «Серебряная нить». К тому же на развитие собственной волонтерской деятельности Ульяновская область получила грант в размере 200 тысяч рублей. Сумма поступила благодаря отличным результатам на всероссийском конкурсе по формированию центров серебряного волонтерства в субъектах Российской Федерации. Специалисты учреждения приступили к реализации проекта. И в настоящее время проходит обучение в городе Ворск, в Волгоградской области, где непосредственно будут принимать участие в мастер-классах, в обучающих тренингах, семинарах, непосредственно по развитию и функционированию региональных центров. В 2019 году подобных центров по всей стране станет уже 30. Это еще раз доказывает, что добровольчество в России развивается в разных направлениях и востребовано не только среди молодежи, но и интересны людям, чьи жизненные опыты и знания бесценны. Наталья Чумаченко, Юрий Ломатов. Новости Ульяновской правды. В Ульяновской области введен особый противопожарный режим. Несмотря на это, по всему региону фиксируются новые возгорания. Вчера было зафиксировано 22 пожара на территории города. На улице Жемчужный, поселка Ленинский, неосторожность при курении привела к возгоранию травы и повреждению дома. В СНТ «Медик» при горении 100 квадратных метров травы целиком сгорел деревянный садовый домик. Возле села Боротаевка пожарные потушили полтора гектара горящей травы. МЧС России по Ульяновской области вновь обращается к жителям с просьбой внимательно относиться к соблюдению правила пожарной безопасности, особенно при нахождении на природе. Напомню, что выжигание сухой травы и сжигание мусора бесконтрольное, а в нарушении установленных требований, это является административным правонарушением по статье 20.4 Кодекса Российской Федерации административных правонарушений. Пять дней обучающего интенсива, встреча активистов из 70 регионов России, обмен опытом. Вчера в Ульяновске стартовал съезд Ассоциации молодежных правительств Российской Федерации. Подобные мероприятия проходят в регионе впервые. На пленарном заседании побывала наша съемочная группа. О том, что Ульяновская область выбрана площадкой проведения 11-го съезда Ассоциации молодежных правительств Российской Федерации, объявили 1 марта на отраслевой конференции в Казани. Для региона большая честь принимать столь крупный и серьезный молодежный форум. Федеральное агентство по делам молодежи давно сотрудничает с Ассоциацией молодежных правительств Российской Федерации. В общем-то, второй день съезда. Но, видите, лица воодушевленные, люди настроены на практическую работу. От сегодняшнего дня мы ожидаем хорошей беседы с экспертами. В первой половине дня сейчас меня также пригласили в качестве эксперта. Мы соберемся, побеседуем о задачах молодежной политики. Во второй половине дня руководители региональных ассоциаций молодежных правительств будут между собой обмениваться опытом. Главная тема для обсуждения на съезде – молодежная политика. Поддержка молодых специалистов, обсуждение новых проектов. Молодежная политика сегодня, она должна направлена не только, чтобы молодежи опекать, им создавать тепличные условия. Мне кажется, здесь нужно наоборот создавать условия для того, чтобы молодежь умела выживать в нашем обществе. Их профориентация, их подготовка, чтобы они были востребованы, конкурентно способны. Вот это, наверное, новое, то, чего не было в Комсомоле. Мне так кажется. Для участия в съезде в регион прибыли представители молодежных правительств из 72 регионов России. Такой съезд, во-первых, на нем подводится рейтинг ассоциаций молодежных правительств по итогам работы за уж прошедший год. Таким образом, выделяются лучшие молодежные правительства, и остальные имеют возможность перенять опыт, чтобы в следующем году стремиться к таким же результатам. Кстати, в прошлом году Ульяновское молодежное правительство стало лучшим в России. Это и стало главным поводом для проведения съезда на Ульяновской земле. К тому же, инициативу поддержал губернатор Сергей Морозов. Глава региона открыл пленарное заседание. Мы делаем все, чтобы в Ульяновской области можно было по праву называть территории возможностей для молодежи. За достаточно короткий срок мы создали, на мой взгляд, одну из самых уникальных систем работы с молодежью, который функционирует как отраслевому принципу, так и в рамках такого, мы называемого, триединства. По поручению главы региона в 2012 году учрежден губернский конкурс молодежных проектов, грантовый фонд которого составляет полтора миллиона рублей. Также в области проводятся конкурсы программ межрегиональных, региональных и местных молодежных и детских общественных объединений, проектов по работе с молодежью в вузах. Предоставляются субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям. Целью съезда является не только подведение итогов, рейтинговые оценки деятельности молодежных правительств, но и обмен опытом между ними. Для всех участников также будет организована образовательная программа. Съезд будет работать еще три дня, по 28 апреля. Ирина Антонова, Юрий Ломатов. Новости Ульяновской правды. Ульяновцев приглашают на 5-й Симбирский пасхальный фестиваль. Он пройдет на территории города с 28 апреля по 9 мая. Будут организованы благотворительные киносеансы, духовные беседы, выставки приглодного творчества, посвященные светлому празднику Пасхи. Также состоятся выездные концерты, тематические и игровые программы в детских домах, реабилитационных и геронтологических центрах, а также в храмах города Ульяновска. Красочный флешмоб организовали школьники Мариинской гимназии, их учителя и родители. Под веселые песни школеры прошлись в дружной колонной от школы до главной площади города, чтобы запустить в небо тысячу воздушных шаров. Мероприятие – старт празднования юбилея учреждения. Во внутреннем дворике Мариинской гимназии сегодня с самого утра кипела жизнь. Родители завязывали детям галстуки, учителя выстраивали мальчишек и девчонок парами, а руководство гимназии раздавало ученикам шарики. Все дружно готовились к началу флешмоба. Дан старт. Длинная живая колонна начинает двигаться от Мариинки вверх по улице Гончарова, к главному месту действия – соборной площади. Спустя 30 минут тысячи человек оказываются перед домом правительства, где под музыку ученики гимназии встают на отведенные им места и разворачивают плакаты. Это начало целого цикла мероприятий, посвященных дню рождения гимназии. 2 мая исполняется 199 лет со дня образования учреждения Мариинской гимназии. И мы открываем таким образом предюбилейный год, даем обратный отчет предюбилейному году, когда гимназии исполнится ровно 200 лет. Дети с 1 по 11 класс вместе пели гимн школы, после чего одновременно выпустили в небо тысячу шаров. Зрелище на удивление получилось красивое и эффектное. Мы сегодня пели гимн нашей школы перед домом правительства. Мне очень понравилось. Нам было очень радостно поучаствовать в этом мероприятии, потому что мы очень долго готовились, и мы желаем нашей школе очень долгих лет процветания. Я держала в руках шарик, я его отпустила, и, конечно, это такие замечательные чувства, понимать, что я учусь в гимназии, которая имеет такую длинную и интересную историю. 30 апреля в Губернаторском будет дан официальный старт предюбилейному году. Там состоится концерт и презентация нескольких интересных проектов, которые будут реализованы в гимназии уже в следующем учебном году. Наталья Чумаченко, Руслан Баталов. Новости Ульяновской правды. Завтра на территории региона ожидается небольшой дождь. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем составит около 11 градусов тепла. Ветер северо-восточный, умеренный. Это все новости на сегодня. Смотрите нас на информационном портале ulpravda.ru по будням в 18.50. До завтра. Редактор субтитров А.Семкин